В правительстве в честь грядущего дня строителя наградили лучших представителей отрасли. Глава региона Алексей Русских поздравил всех присутствующих и привел цифры статистики. Современный подход к делу, смелые решения дали свои плоды. Жилые массивы растут. Сейчас мы активно работаем над обновлением нормативной базы, меняем формы работы отрасли. Результаты не заставляют себя ждать. Предприятия строиндустрии за первые шесть месяцев 2023 года отгрузили товары собственного производства на сумму более 162 миллионов рублей. Это больше на 11% по отношению к прошлому году. На церемонии награждения собрались люди разных профессий, от каменщика до инженера. А для того, чтобы львая стройка проходила законно и честно, и люди получали долгожданные метры, работают юристы. Без них никуда. Прежде всего, это ответственность, внимательность и работа на результат. То есть мы строим, созидаем, исполняем обязательства и четко следим. И это достаточно интересно приносить людям пользу. Люди получают квартиры, счастливые глаза. Вот это и результат нашей качественной работы. Качественный цемент – залог успеха, уверены специалисты. Представители Сенгелеевского цементного завода тоже награждены губернатором. На предприятии трудятся династии. Любовь к своему делу передается от поколения к поколению. Пошел тоже по стопам, как сказать, своих родителей, родственников, близких. На заводе, вот на новом, который сейчас действует, я работаю с апреля 2015 года. До этого я работал, будучи еще на старом заводе, который потом реконструировали. Современный строительный комплекс Ульяновской области насчитывает более 2000 организаций и предприятий, в которых работает более 16 тысяч человек. Строить и жить помогает и федеральная программа «Стимул». Ее ввели в практику для возведения социальных объектов. По программе «Стимул» у нас несколько объектов, не только в городе, но и в районных центрах. В первую очередь, конечно, это дороги. Дороги туда, где в перспективе будет строиться жилье, потому что все начинается, все развитие начинается именно со строительства дорог. По этой программе построили новый корпус детского сада на улице Шигаева. Современный, уютный, с просторными игровыми зонами и прачечный. Работы на стадии завершения. Скоро в это учреждение побегут играть и развиваться малыши. Конечно, в каждом детском саду бывают свои фишечки. Детский сад рассчитан на 8 групп, то есть на 160 деток. На первом этаже у нас расположатся детки ясельного возраста, раннего возраста, начиная с года. Я уже знаю, что 2022 года у нас детки есть, желающие сюда попасть. Чем хорошо будет отдельный вход у деток, у маленьких, будут колясочные, что немаловажно. В новом корпусе предусмотрены кабинеты логопеда и психолога. Творческие студии, пищевой и медицинские блоки обещают оборудовать качественно. Виктория Черкова, Анатолий Рассохин. Улправда ТВ. Улправда ТВ. Продолжение следует...